Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Второе. Частое его упоминание. Очень важно не только самим читать о пророке, мир ему и благословение Аллаха, но как можно чаще упоминать о нём в кругу родных и знакомых. Ведь даже одна красиво рассказанная история из его жизни может стать причиной того, что человек примет ислам, и таких примеров множество. Также рассказы о жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, укрепляют в сердцах людей любовь к нему, за счёт чего у человека укрепляется иман. Однажды сподвижник пророка Умар, да будет доволен им Аллах, сказал ему. «О посланник Аллаха, я люблю тебя больше всего, но любовь к себе преобладает». На это пророк, мир ему и благословение, ответил ему. «Клянусь Аллахом, в чьей власти душа Мухаммада никто из вас не будет иметь совершенную веру, пока он не возлюбит меня больше, чем себя». Через некоторое время Умар, да будет доволен им Аллах, сказал. «Клянусь Аллахом, теперь я люблю тебя больше себя». И пророк, мир ему и благословение, ответил. «Теперь усовершенствовалась твоя вера, о Умар». Хадис передал Бухари под номером 6632. Как мы видим, любовь к пророку, мир ему и благословение Аллаха, имеет большое значение для нашего имана. Поэтому в этот месяц необходимо читать мавлиды, распространять хадисы, читать Коран и как можно чаще напоминать о нем в кругу людей по вере. От Абу Хураяры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал. «Я обхожусь с моим рабом так, как он ожидает от меня. И я с ним, пока он вспоминает меня. Если он вспоминает меня про себя, то я вспоминаю его про себя. Если он вспоминает меня в собрании, то я вспоминаю его в лучшем и более благородном собрании ангелов». Хадис передали Бухари, Муслим, Термези. Также Всевышний Аллах сказал, смысловой перевод. «Поистине, Аллах и его ангелы благословляют пророка. О верующие, просите для него благословения и мира, или приветствия». Сура Алясхаб, аят 56. Третье. Соответствие его сунне. Если мы на самом деле любим посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, следует брать с него пример в жизни. Всевышний говорит, смысловой перевод. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный». Сура Алимран, аят 31. Всевышний Аллах говорит нам, что именно в следовании его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и заключается самый верный путь в рай. Наша община на самом деле самая особенная, если учесть, что мы имеем в качестве образца самого лучшего и любимого из его рабов. От Абу-Катады Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, передается, что у посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, спросили о посте в понедельник. И он ответил, «В этот день я родился, в этот день я стал пророком, и в этот день на меня снизошло откровение». Хадис передал муслим под номером 1162. Пусть же Аллах даст нам Тавфик использовать те возможности, которые он нам предоставляет, чтобы приблизиться к его довольству и счастью в обоих мирах. До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.